Действующий генплан был утвержден 8 лет назад, в период подготовки города к Олимпийским играм. Тогда на первый план выходили вопросы по обустройству инфраструктуры, строительству новых дорог, отелей и коммуникационных сетей. За это время произошла трансформация городского пространства и сейчас, как отметил Анатолий Пахомов, первоочередная задача – это создание большего количества парков и скверов в городе и прекращение возведения высоток. Кроме того, на курорте значительно увеличилось количество жителей. Сейчас их больше 500 тысяч. А значит, необходимо строительство социальных объектов. Если с больницами и поликлиниками у нас пока все нормально, то что касается учреждений образования, то здесь у нас есть особые проблемы. Мы имеем сегодня достаточно комфортную инфраструктуру. Нам стоит сегодня поработать над тем, чтобы были комфортные наши микрорайоны. Мы должны предусмотреть и другие, иные возможности для развития города. Стратегией развития города на ближайшие пять лет занимается московская компания «Гипрогор». Сегодня во время совещания ее руководители выступили с подробной презентацией по разработке изменений в генплан города до 2030 года. Идея заключается в создании так называемого «умного города» в целях обеспечения подъема уровня жизни муниципалитета и комфортного проживания жителей. До конца года во всех районах курорта будут проведены общественные слушания с целью услышать пожелания горожан. Хотим через этот документ и дальше продолжить.